Добрый день! С вами Георгиевская Татьяна. Рада приветствовать вас на канале Тати Гел. Сегодня мы подстригаем еще бонсай. Пришло к нам с Востока. Бонсай это культура формирования растений, в основном деревьев, какие-то интересные формы. Бонсай, конечно, смотрится очень необычно, но сейчас мы более-менее к нему уже привыкли все. Все равно он в любом случае украшает любую территорию, будет внутри, дома, офиса, улицы, придомовую территорию. Для бонсай берут плоские цветочные горшки, плоские как плошки. Мы привыкли все. Если видим какую-то форму такую интересную, красивую, выстриженную, то зачастую называют это бонсай. На самом деле, для того, что высажено в плочеву, в землю, это называется не ваги. В данном случае, как вариант, бонсай. В принципе, достаточно подстрижки два раза в год, два-три раза в год. Ну, в зависимости от территории там, где находится растение, как оно быстро развивается, из какого растения. Сам бонсай есть хвойный. Лучше всего, конечно, из вечно зеленых делают. Также бонсай из лиан. Та же бугенвилия подходит. Из всего можно делать. Миртовое дерево. Но вечно зеленые почему хорошо подходят? Ну, потому что они, естественно, сохраняют свою вот эту вот статичную красоту. То есть, как ты выстриг, так оно у тебя и осталось. Немножко развивается. Как-то чуть-чуть видоизменяется. Но так как листву не сбрасываю, это эстетично выглядит. Не оставляет голый ствол. Один уже бонсай готов у нас. И сейчас работа идет над вторым. Как интересно, сросшийся ствол, это тоже очень часто применяемый такой прием. То есть, вот когда здесь корни видно, как-то изгибается ствол, то это более смотрится нарядным бонсай. Пойдемте посмотрим, как работа идет над другим. Садовые ножницы используют при работе. Так, чтобы это получилось аккуратно и ровно. То есть, у садовых ножниц длинные лезвия. Такие они, конечно, они... Можно и такими. Вот такие вот очень удобные ножницы для бонсай. Бонсай. Острые. И, конечно, будьте аккуратны при работе. За счет того, что длинные лезвия, срез получается ровным. То есть, вы его так вот ставите, и на всю плоскость этих ножниц получаете длинный ровный срез. Можно пользоваться и секатором, но им неудобно, так как у него захват очень небольшой. То есть, там по листочку вы будете выщипывать. А здесь главное, чтобы ровный срез максимально... Сейчас покажу, как это вот делается. Вот видите, вон получается плоскость у ножниц длинная, и срез получается достаточно ровный с одного раза. То есть, так легче поддержать форму, что снизу, что сверху. Конечно, все это простригаем до ствола. Как и было, форма, если уже один раз передали форму. Главное, чтобы в формировании, чтобы у вас был хороший инструмент. Это залог успеха. Острые ножницы. Длинные желательно. Ну и для того, чтобы убедиться, что все в порядке, нужно отходить периодически и смотреть, как эти три диска и где-то что-то может быть торчит. Вот сейчас еще немножко, чуть-чуть сверху. Тут нужно не торопиться, а спокойно, аккуратно. Вот смотрите, как красиво сверху получается уже. Конечно, нужно форму всегда поддерживать. Если уже придали один раз, то готовьтесь к тому, что два раза в год, как минимум, нужно будет подстричь. Со всего бонсай, раз, два, три, три уровня у него получилось немножко, вот столько всего лишь срезанное. И посмотрите, еще ствол выполнен в виде восьмерки. То есть было сращивание и такой символ бесконечности. А с вами была Георгиевская Татьяна. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И я желаю вам красивых бонсаев на ваших территориях. До новых встреч на канале Тати Гео. Пока-пока.